В этот день, 26 февраля 1712 года, указом Петра I основан Тульский оружейный завод. Так, Тула закрепила за собой статус оружейной столицы России. 26 февраля 1886 года на заводе в Горловке произведена первая ртуть в Российской империи. 26 февраля 1918 года упразднена самопровозглашенная Наргенская Советская Республика матросов и строителей. 1917 стал годом революции, и пока в столицах власть брали большевики, на небольшом острове Нарген в акватории Таллина власть в свои руки взяла банда матросов-анархистов. Гарнизон острова и сотни матросов самих себя провозгласил самостоятельной Советской Республикой. Председателем стал писарь линкора Петропавловск Степан Петриченко. Появился даже собственный флаг «Череп» на черном фоне с копьем и косой. Его дополняла надпись «Смерть буржуя». У матросов получилось не советское, а скорее пиратское государство. С первого же дня они пустились в разбой, чуть не официальной государственной политикой стало пьянство и прочие подобные увлечения. Основой же внешней политики свежеиспеченной республики стал шантаж. Они шантажировали власти Таллина обстрелом города. Те боялись и везли на остров продукты и выпивку. Наргенская республика просуществовала меньше трех месяцев. Когда матросы узнали, что к ним движется немецкий флот, то погрузились на корабли и эвакуировались в Кронштадт. Забавно, но скоро Петриченко возглавит Кронштадтское восстание против советской власти. 26 февраля 1925 года между СССР и императорской Японией налажены дипломатические отношения. Во времена революции и гражданской войны японские войска выступали на стороне Антанты. Солдаты из страны восходящего солнца бились с красноармейцами на Дальнем Востоке. Последние японские части покинули территорию СССР только в 1922 году. А уже в 1925-м СССР и Япония в Пекине подписали договор, устанавливавший основные принципы взаимоотношений. К тому моменту связь с молодым советским государством уже установили Британия, Франция, Китай, поэтому японцы встретили нормализацию отношений позитивно. По Пекинскому договору Япония выводила войска с территории Северного Сахалина, но и СССР шел на значительные уступки. Японцы получили право ловить рыбу в советских водах и добывать уголь и нефть на территории страны. Очень скоро стало понятно, что, несмотря на договор, обе страны воспринимают друг друга как потенциальных соперников за влияние на Дальнем Востоке. Уже в 30-х стали регулярными стычки на границе СССР и оккупированных Японией китайских территорий. Но там границу, как известно, защищали герои песни «Три танкиста, три веселых друга». В этот день 26 февраля родились Евгений Богданович, генерал от инфантерии, военно-историк, замечательный специалист железнодорожного дела. Владимир Сербский, выдающийся психиатр, основатель судебной психиатрии. Надежда Крупская, участница революционного движения, советский партийный деятель, супруга и соратница Ленина. Анна Щетинина, первая в мире женщина-капитан Дальнего Плава. Женщина на борту также приносит несчастье, но ко мне это не относится. Анна Ивановна имела полное право скептически относиться к древнему морскому суеверию про женщин, которые якобы приносят на кораблях несчастье. Еще бы, она считается первой не то что в России или СССР женщиной-капитаном дальнего плавания, но и вообще в мире. Как и положено настоящему морскому волку или волчице, она и родилась у самого Синего моря, под Владивостоком. Окончила судноводительское отделение морского техникума. Конечно, единственная девушка на курсе. А капитаном стало уже в 27 лет, что по плечу не каждому мужчине. Характер. Всему виной ее несгибаемый характер. Щетинина и поучаствовала в войне, в мрачной эпопее эвакуации Таллина, ведя маленькое судно под бомбами. Кстати, его так и подбили, но оно дошло. Она и выцарпала мужа из заключения, когда тот попал под колесо чисток. А весь мир ее имя узнал, когда Щетинина провела построенный в Европе корабль «Чавыча» через полярные льды на Дальний Восток. И после войны она водила множество судов. С 1949 года работала в Государственной морской академии, стала деканом. Капитан Анна Щетинина прожила большую яркую жизнь, 91 год, и упокоили на морском кладбище во Владивостоке. В 2006 году имя Щетининой присвоено мысу на Амурском заливе Японского моря. Также в этот день родился Сергей Горшков, адмирал, дважды герой Советского Союза. В годы войны он действовал на Черноморском театре военных действий. В 1956 году занял пост главы ВМФ. Таким был этот день 26 февраля.